здравствуйте уважаемые друзья на связи алексей кузьмичев сегодня ко мне в руки попали вот такие вот интересные снимочки которые сделал венер хафизов снимал он их для проекта спарта там проходил конкурс красоты и девушки снимались спортзале поэтому заодно я решил подготовить для вас небольшой видео урок в котором покажу как я обрабатывал вот эту фотосессию на примере вот этой вот фотографии итак открываем raw файл и первое что мы с вами делаем это настраиваем базовые корректировки чтобы в дальнейшем нам было проще работать с изображением первое что нам необходимо сделать это немножечко поднастроить баланс белого я уведу его чуть-чуть влево чтобы добавить фотографии холодноватые оттенки так как тонировочку я собираюсь дальнейшем сделать холодную поэтому сразу же температуру перетаскиваем немножечко влево и также добавим немножечко в тени фиолетового оттенка примерно вот так чуть-чуть поднимем экспозицию чтобы фотография выглядела посветлее примерно на 05 вот таким вот образом и нам необходимо вытащить все детали из теней а также все детали из светлых областей поэтому перетаскиваем ползночек свет влево полностью до минус 100 и ползночек тени перетаскиваем наоборот вправо в плюс 100 таким образом мы вытаскиваем абсолютно все детали из светлых и темных участков вот таким вот образом также можно немножечко приглушить свет перетащив ползночек белых вот примерно таким образом и также чуть еще ослабить тени вот так чтобы еще больше усилить детали на фотографии давайте поднимем четкость нашего снимка перетаскиваем ползночек до значения где-нибудь в 70 75 процентов вот таким образом и увеличиваем также сочность чтобы изображение смотрелось более насыщенным и чуть-чуть понизим насыщенность чтобы у нас цвета не были очень очень ярким потому что два этих ползночка тянуть в одном направлении не рекомендуется так как цвета у вас получаются переженные и неестественные поэтому если вы и какой-то ползунок уводите в плюс то другой у вас автоматически должен идти в минус также и действует наоборот если вы поднимаете насыщенность то красочность желательно опустить это правило я рекомендую вам запомнить и его придерживать все здесь у нас на этом этапе закончено нажимаем открыть изображение и теперь уже будем работать с ним фотошопе первое что необходимо сделать это почистить кожу нашей модели для этого создаем новый пустой слой и выбираем инструмент точечная устанавливающая кисть уберем все мелкие дефекты с лица такие вот как прыщики морщинки вот таким вот образом все быстренько подчищаем чтобы у вас этот инструмент работал на пустом слое обязательно поставьте галочку образец со всех слоев иначе у вас данный инструмент не будет работать на пустом слое так также здесь смотрим где у нас есть какие-то дефекты также их убираем остальное в принципе все выглядит неплохо теперь можно разглаживать кожу для этого создаем объединенную копию наших слоев нажимаем комбинацию shift control alt е и чтобы сэкономить наше время мы будем использовать для ретуши фильтр портретура если он у вас еще не установлен обязательно найдите и скачайте его он очень сильно сэкономит вам время итак у нас открылся фильтр давайте сразу приблизим изображение чтобы можно было видеть лучше результат при помощи пипеточки щелкаем по коже чтобы выбрать ее здесь ставим параметр threshold где-нибудь на 30 и параметр medium то есть воздействие на средние детали ставим где-нибудь на плюс 10 так как фотография у нас сделана с довольно большого расстояния можно особо не переживать если у нас где-то попадет текстура поэтому разглаживаем кожу здесь по максимуму вот примерно так можно оставить нажимаем здесь клавишу ok и у нас идет применение данного фильтра так отлично до и после как видите кожа стала гораздо более ровной и теперь можно переходить к следующему шагу следующим шагом я хочу усилить свето теневой рисунок на фотографии для этого мы будем использовать новый пустой слой создаем его идем в пункт редактирования выполнить заливку использовать 50 процентов серого нажимая здесь ok режим наложения ставим мягкий свет и теперь при помощи двух инструментов осветлитель и затемнитель мы будем прорисовывать свет и тень на нашей фотографии берем сначала осветлитель диапазон у нас подсветка экспонирование стоит 16 процентов так и начинаем с лица нашей модели прорисовывать свето теневой рисунок делаем несколько мазочков на переносице увеличиваем размер осветляем лоб вот таким вот образом также щеки вот здесь вот сверху губы обязательно глаза высветляем и так же давайте маленьким диаметром пройдемся по радужной оболочке глаза чтобы добавить вот такие вот красивые блики туда посмотрим издалека как у нас это сейчас выглядит до и после как вы видите и продолжаем также прорисовывать свет и тень уже на других участках на руках на ноге вот здесь и также на другой ноге то же самое здесь и теперь переходим уже к одежде также прорисовываем здесь все вот эти складочки чтобы добавить на них дополнительный объем вот таким образом также проработаем кресло усилим все блики на нем ручку тренажера усиливаем и джинсел здесь тоже прорисуем так и немножко на туфлях также добавим бликов теперь берем инструмент затемнитель и переходим уже к темным областям добавляем тени здесь на ноги также затемняем тренажер усиливаем все складки на нем таким вот образом прорабатываем чулки вот эти вот мелкие детали на них то же самое здесь теперь переходим к руке прорабатываем ее и здесь то же самое увеличиваем размер и проработаем пальцы добавим сюда теней также проработаем брови глаза ресницы делаем их более заметными и края радужной оболочки вот таким образом теперь наносим сюда тень на скулу обводим контур лица чтобы также добавить дополнительный объем затемняем переносицу вот здесь и внутреннюю часть губ вот таким образом посмотрим что у нас получилось издалека до и после как вы видите теперь давайте эффект понизим примерно до семидесяти или восьмидесяти процентов примерно так чтобы у нас тени не были слишком заметными и изображение смотрелось естественно вот примерно так также давайте еще проработаем темные области на футболке про них я совсем забыл пройдемся вот здесь и также давайте проработаем волосы также осветлителем пройдемся вот так отлично теперь можно переходить к тонированию нашего снимка нажимаем комбинацию shift-ctrl-alt-e чтобы создать объединенную копию наших слоев и сейчас при помощи фильтра камеры мы с вами затонируем данную фотографию переходим в пункт фильтр выбираем здесь камеры так и первое что необходимо сделать это перейти в пункт камеры калибрейшн или калибровка камер здесь мы зададим сразу основную тонировку для нашего снимка перетаскиваем ползуночки вот таким вот образом красный тянем примерно до значения 80 вправо вот таким образом и насыщенность также поднимаем примерно до 80 или даже 90 следующий ползуночек у нас зеленый его мы перетаскиваем также вправо где-нибудь до значения плюс 60 и насыщенность для него чуть-чуть опускаем до значения минус 10 синий цвет перетаскиваем влево примерно до значения также минус 60 чтобы получить вот такой вот оттенок на фотографии а сейчас у нас пока что кожа смотрится не очень красиво и все белые участки у нас стали вот такими вот голубоватыми но ничего страшно в дальнейшем мы все исправим просто сейчас на данном шаге мы задаем основное направление нашей тонировки переходим теперь в пункт HSL или градации серого здесь в первую очередь идем в цветовой тон и нам необходимо поработать с тоном кожи поэтому немножечко перетаскиваем ползунок оранжевых влево до значения где-нибудь минус 15 и ползунок желтых тянем также влево ближе к теплому вот таким вот образом еще немножко можно поработать с аквамариновыми тонами добавим к ним чуть больше холодного примерно до 70 процентов вот таким образом переходим теперь в насыщенность и нам необходимо убавить насыщенность кожи нашей модели поэтому в первую очередь перетаскиваем ползунок оранжевых где-нибудь до минус 40 я думаю также перетаскиваем ползунок красных где-нибудь также до минус 25 я думаю ползуночек желтых до минус 10 вот таким образом аквамарин также убавляем чтобы у нас фотография не была сильно перенасыщенной примерно так синий оставляем и остальные настройки также не будем трогать единственно перейдем во вкладочку светимость и чуть-чуть сделаем кожу модели посветлее примерно на плюс 20 мы ее прибавим и можно чуть-чуть убавить насыщенность красного чтобы у нас сидение выглядело не таким ярким вот примерно так теперь переходим в параметры разбиение тонов и добавим еще дополнительные оттенки для света и для теней для света мы добавим немножечко зеленоватого оттенка примерно вот такого вот я думаю насыщенность для него ставим совершенно небольшую примерно 10 процентов и также добавим немножечко холодного в тени ищем какой-нибудь холодный оттенок вот здесь на шкале ну примерно такой и также насыщенность где-нибудь на 10 поднимаем чтобы получить еще более холодную картинку баланс немножечко сместим влево где-нибудь до значения минус 45 вот таким образом также сразу же давайте настроим еще резкость для нашей фотографии увеличиваем эффект где-нибудь до 100 процентов и радиус поднимаем где-нибудь до 2 вот таким образом нажимаем здесь ОК у нас идет применение настроечек и мы можем посмотреть что у нас получилось как видите вот до и вот после вот такая вот симпатичная холодная тонировка у нас с вами получилось теперь нам необходимо акцентировать внимание на центре нашей фотографии для этого мы будем использовать виньетку предварительно давайте немножечко для этого мы будем использовать корректирующий слой кривые поднимаем кривую вот таким вот образом вверх тянем за точку черного и вот таким вот образом выгибаем нашу кривую чтобы тени у нас выглядели немного помягче вот примерно так закрываем данный корректирующий слой и также создадим еще один корректирующий слой кривые здесь выгибаем кривую вот таким вот образом и теперь при помощи черной кисточки большого диаметра мы открываем маску только в середине нашей фотографии чтобы сделать виньетку делаем мазочек по центру фотографии вот таким вот образом еще пока у нас модель полностью не проявится здесь вот смотрим до и после получилась вот такая вот виньетка по краям а также дополнительно я хочу поработать с глазами у них при тонировке появился нежелательный вот такой вот синеватый оттенок от него мы очень легко избавимся при помощи корректирующего слоя цветовой тон насыщенности создаем его на самом верху здесь переходим в голубой канал насыщенность этого канала полностью уменьшаем чуть-чуть прибавляем яркость ему и то же самое делаем в синем канале также уменьшаем полностью насыщенность и прибавляем чуть-чуть яркость все заливаем данный корректирующий слой черным цветом нажимаем alt l и при помощи кисточки небольшого диаметра мы прорисуем только глаза чтобы убрать вот этот вот синий налет на них уменьшаем кисточку берем белый цвет на палитре и проходимся только по глазам вот таким вот образом здесь лучше всего работать только с белками глаз чтобы глаза у вас полностью не обесцветились это нам не нужно нам нужно высветить только белки глаз вот таким образом смотрим что у нас получилось вот в принципе и вся наша работа давайте я объединю все слои в отдельную группу и мы еще раз посмотрим чего мы с вами добились в процессе нашей обработки итак вот фотография с которой мы начинали и вот что у нас с вами получилось в процессе данного урока если хотите сделать фотографию менее насыщенной можно также это сделать например просто создать корректирующий слой вибрации и чуть-чуть понизить параметры вибрации где-нибудь до значения минус 10 чтобы тона у нас были не такими яркими вот таким образом если вам хочется немножечко приглушить тона вы можете очень легко и быстро это сделать ну что ж вот в принципе и все на этом данный видеоурок можно завершить большое всем спасибо за внимание и увидимся в следующих видео уроках субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok